Сейчас пришло время слушать Слово Божье. Давайте мы с вами помолимся об этом. Все да будет у вас с молитвой. Приступаем с молитвой. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы сегодня благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Слово Твое, которое мы можем слышать, оно живо, оно действенно, и оно острее всякого обоюдоострого меча. Мы благодарим Тебя, любим и славим. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу начать сегодня проповедь с одного утверждения. И это утверждение, друзья, оно не касается самой только лишь проповеди. Оно касается того, о чем проповеди бывают в церкви, о чем должны быть проповеди в церкви. О чем мы вообще должны с вами размышлять, о чем мы должны говорить, рассуждать и так далее. Звучит, спасибо, Саш, звучит это следующим образом. Вера всегда имела, имеет и должна иметь практическое применение в реальной жизни истинного христианина. То есть, буквально, буквально, это звучит следующим образом. Если я верю, то вера в моей жизни, она должна проявляться. Ну, кто-нибудь согласен с этим или нет? Если бы я задал вопрос, в чем проявляется ваша вера? Вот вопрос, глубокий, но простой. В чем проявляется ваша вера? Ну, она проявляется, кто-то скажет, я прихожу на служение по субботам. Неплохо, хорошее начало. Не все, конечно, но хорошее начало. Кто-то скажет, у меня вера проявляется в том, что я, что, я даю там десятину. Окей. А в чем еще твоя вера проявляется? Вы понимаете, друзья, если то, во что мы верим, еще раз говорю, оно не проявляется, оно не проявляется, тогда у нас есть определенная проблема. Кто из вас согласится с тем, что в семьях верующих должен быть порядок? Кто согласится с этим? Я задам вопрос, почему вы так считаете? Друзья, потому что если мы верим, что Бог создал семью прекрасной, и мы практикуем, то есть мы применяем Слово Божье на практике, то оно должно работать. Кто из вас согласится, что христианин должен быть прилежным работником, хорошим, надежным компаньоном, партнером, неважно, бизнесе? Кто согласен с этим? А кто из вас понимает, что в жизни, в реальной, не всегда так? Почему? Вот вы понимаете, это самый большой вызов христианства. Еще раз повторюсь, послушайте сейчас внимательно. Если, ну, наша церковь, ну, я бы очень хотел, по крайней мере, чтобы мы так с вами относились к этому, чтобы то, о чем мы говорим, мы не превратились с вами, знаете, в церковь, которая верит, но при этом кидает друг друга. Верит, но при этом изменяет или разводится. Вы понимаете, друзья, так не должно быть. Я сейчас хочу, чтобы мы понимали, мы не должны, мы, это не закон, это не в том плане, что это запрещено, нет. Это в том, что если я верю и применяю это на практике, то я всячески буду идти другим путем. И даже если я споткнулся, я буду вставать и идти, понимаете? Вот о чем речь, вот о чем, вот для чего церковь, вот для чего проповеди, вот для чего мы с вами есть. Мы с вами, друзья, не для того, чтобы искать, знаете, в мире мы ищем друзей, которые, знаете, друзья по несчастью, это называю, тех, кто мыслит так же, как мы. Вы знаете, что тех, ну, кто согласится, что мы ищем других людей, которые мыслят плюс-минус, как мы. Согласны? Это друзья по несчастью. Потому что если ты без Бога, то в центре твоей жизни есть ты, и если ты находишь, кто мыслит так же, как ты, у вас вместе проблема. Нас много. А не беда, что вы идете в ад, но нас много. Знаете, у нас такой принцип иногда, мне кажется, у людей, что если нас много, то в ад не отправят. Помните, в школе кто прогуливал группой уроки? И знаете, как все думали? Если прогуляют все, всех, не ошибайтесь. Не ошибайтесь, друзья. К сожалению, оно так. Поэтому еще раз, вера должна всегда иметь практическое применение в реальной жизни. Именно поэтому проповеди, которые в церкви мы слышим, они часто очень, и я всегда очень стараюсь, чтобы они были практичными. Понимаете, чтобы они были такими, которые ты буквально берешь, и ты эту проповедь в своих отношениях с Богом одеваешь на свою жизнь и ходишь в ней. Ходишь в ней. Ты можешь в ней идти. Кто-нибудь смотрел когда-нибудь показы «Прета-Портер»? Знаете, «Высокая мода». Кто-то смотрел? Так. Я иногда, знаете, такой посмотрел, думаю. Не, ну я такое не одену. Да не просто я не дойду. Понимаете, я не то, что не доплю, но я не дойду. Недавно читал новость, знаете, такая, ну, у Корнете новость одна. Манекенщица за один проход три раза упала на подиуме. Слушайте, если она на подиуме ровном упала. Вы представляете, что в жизни, если бы она так вышла была? В магазин. В декабре. За яйцами. Вы представляете, что бы там было? Фу! Почему, друзья? Потому что, еще раз, вера, она не абстрактная. Она не для того, чтобы о ней говорить. Вы понимаете? Вера не для того, чтобы мы пересказывали друг другу, как правильно. Вера для того, чтобы я на себя это одел. Вот я одел, все, удобно, нормально, практично. Удобно и хорошо. Ничего не жмет, да. А если жмет, то надо ухудиться. Итак, друзья, хочу сегодня проповедовать. Откроем, пожалуйста, послание Галатам, 6 глава, 7 стих. Вы удивитесь, но тема проповеди сегодня Бог поругаем не бывает. 2-0. 2-0, друзья. Это означает вторая часть. То есть продолжение следует. Кто-то спросит, только что мы не обо всем поговорили, не обо всем уж, поверьте. Есть один пункт, на котором я прошла, сказал, мы остановимся, так вот остановимся на нем все же. Итак, давайте прочтем. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Я прочитаю вам перевод современный, который в прошлый раз я читал. Если вы думаете, что можете обмануть Бога, то тем самым вы обманываете лишь самих себя. Что посеете, то и пожнете. Смотрите, друзья, здесь написано, как я говорил в прошлый раз, что посеет человек, то и пожнет. Кто согласится с таким утверждением, что наши мысли, наши дела, решения и мотивы есть то, что мы сеем на самом деле. Еще раз. Мы сеем на самом деле наши мысли. Кто согласится, что мысли материальны? Они материальны. Он говорит, помышлять о чем нужно? Только то, что чисто, честно, достославно, прекрасно. Он говорит, об этом помышляйте. То есть наши мысли, они являются теми действиями, тем семенем, о котором мы здесь говорим. Дальше. Наши решения. Кто согласится, что наши решения, они тоже или правильные, или неправильные. Знаете, иногда бывает, приходит человек, так, пастор, я хочу с вами посоветоваться, я решил. Я говорю, а зачем ты со мной советуешься? Ну как? Так ты же решил. Кто из вас понимает, друзья, что даже совет здесь уже не особо играет роли? Когда человек решил, когда человек решил, это уже не играет роль. Почему? Потому что решение это семя, которое ты сеешь. Дальше. Наши действия. Кто согласен, что наши действия, они тоже сеяние. Знаете, даже такие пословицы есть. Слово не воробей. Вылетит не поймаешь. Что написано пером? Не вырубишь топором. То есть, понимаете, ты можешь сказать слово, и ты можешь его обратно вернуть, вроде бы, да, извиниться, но оно вышло. Друзья, мы сеем. И здесь, смотрите, вот эти две простые истины. В прошлый раз я объяснял о том, что мы не должны обманываться. То, что мы сеем, мы реально пожинаем. То есть, буквально можно сказать, наша жизнь после прихода нашего к Богу, она является продуктом того, что мы сеем. Чаще всего молитвы или мысли, знаете, верующих людей какие. Господи, за что это мне? Кто так молился? Кто так говорил? Почему это произошло со мной? За что это мне? Как так могло произойти? Ну, друзья, вот оно так происходит. Оно происходит вот так, потому что есть определенное семя. Есть определенное семя. И сегодня я хотел бы как раз с вами обсудить вот этот вопрос. Этот вопрос. Как же именно люди в жизни пытаются обманывать Бога? Потому что на прошлой проповеди, поверьте, я не до конца, еще раз говорю, не до конца, почему нужно больше. Потому что мы не понимаем иногда. Я понял, что верующие люди, мы слушаем проповедь, мы говорим, аминь, но мы не понимаем, как мы реально обманываем. Вот как это происходит? Я для себя записал четыре простые вещи, четыре простые вещи, как мы реально обманываем. И я хочу, чтобы мы сегодня попробовали с вами, Боже мой, я молюсь только, я знаю, что это только под силу Духа Святого, чтобы мы одеть попробовали это на себя один раз. И чтобы это мы поняли, что, ну, не мое, что не стоит так делать. Я как-то рассказывал эту историю, я помню, мы проезжаем мимо магазина, я там увидел костюмы. Я жене говорю, о, слушай, так хочу такой костюм. И вот мне жена мудрую вещь одну сказала, она говорит, послушай, тебе не пойдет такой костюм, там в клетку такую. Говорит, тебе не пойдет. Говорит, почему? Ну, смотрится же классно. Она говорит, есть костюмы, которые на определенную фигуру. Тебе она не пойдет. Говорит, ты будешь как Карлсон. Ну, реально, ну, давайте будем честны. Вы представляете, ну, я же не маленький, ну, не худой в смысле такой, знаете, я объемненький, я невысокий. И одень на меня эту фигуру, сзади пропеллер, я Карлсон. Ну, это правда. Понимаете, а я-то критически не мыслю так в этом вопросе. Я-то себя со стороны не вижу, мне кажется, только что там я буду, знаете, кто понимает, о чем говорил, что всегда так, мужчины, знаете, всегда думают, о, я одену такой костюм, о, я там костюме, я вот так буду смотреться. Нет, ты не так будешь смотреться, ты будешь смотреться по-другому. И не факт, что этот костюм тебе подходит. Поэтому, когда мы проповедуем Слово Божье, знаете, как люди, о, точно, точно, аминь, аллилуйя, все. Аллилуйя. Ты одень его на себя сначала, может, тебе даже прям вообще будет неудобно в этом слове. Вот о чем я говорю. И я знаю, что когда я проповедовал в прошлый раз о том, что Бог поругаем не бывает, друзья, я более чем гарантирую, что, ну, некоторые из нас, мы не до конца поняли, о чем вообще идет речь на самом деле. Что же имеется в виду, что не обманны войте самих себя, и что мы там сеем. Я четыре простых пункта записал, которые мы в повседневной жизни зачастую, как верующие люди или как люди, вообще мы делаем. Может быть, кому-то из вас это понравится, а может, кому-то даже и не очень, но тем не менее я-то скажу это. Итак, первое, друзья, как именно люди пытаются обманывать Бога? Первое, мы разделяем то, во что мы верим, и то, как мы реально живем. То есть, буквально по принципу, если мою реальную жизнь не видят другие и не знают ее, то ее нет. Ее как будто бы нет. Вы понимаете, что это ошибка? Еще раз повторюсь. То есть, буквально, если никто не знает, как я живу, что я говорю, как я отзываю, что я думаю, то этого как будто бы и нет. Помните, Иисус сказал, говорит, все, что вы скажете в тайне, будет возвещено. И знаете, обычно люди, когда они не хотят что-то, они говорят, только ты никому не говори. Послушайте, как верующему человеку вообще нужно уйти от самой концепции и идеи о том, что никому или кому-то не надо говорить. Нет, есть вещи, которые не стоит обсуждать. Например, ну я не стал бы обсуждать интимную жизнь супругов, я не стал бы обсуждать финансы и так далее. Но не потому, что это табу, а потому что польза это точно другому человеку не даст, поверьте. То есть, если это не полезно, но когда мы хотим жить, друзья, когда мы хотим, чтобы люди видели нас одними, а в реальной жизни мы другие, это проблема. Это реально проблема. Вы знаете, у меня тоже, как и у любого человека, ну мы всего лишь люди. И знаете, бывает такое иногда с Артуром, я иду и могу его там отчитать. Я-то помню, однажды мне жена сказала такую интересную мысль. Она говорит, всегда думай о том, что человек, который идет там где-то рядом на улице, может быть завтра он придет к тебе в церковь. Вы представляете себе? Я как-то однажды помню, мы с женой ехали в маршрутке, давно-давно еще, и один брат из церкви, и на метро Черниговская там есть трамвайная остановка большая. И там трамвая, ну как всегда, народу много, и он, знаете, он туда лезет в трамвай, и там женщина, он его так хопа вытащил из трамвая, залез туда хопа и сел. А потом он приходит на след, там через два дня на служение, знаете, на служение, аллилуйя, выходит свидетельство, как Бог любит людей, как Он любит людей. А я не могу слушать то, что он говорит уже. Причем он ее, знаете, вытащил вот так и вот так еще. Потому что она мешала ему сильно. Вы понимаете еще раз, реально то, во что мы верим, нам надо так жить. То есть буквально попробовать так жить. Попробовать так жить. Я вам скажу, это один из вызовов пасторов, любого проповедника. Вы знаете о том, что тот, кто проповедует, Библия говорит, подвергнется большему осуждению. В чем большее осуждение? Да в том, что ты должен сам так попробовать жить. Ты попробуй сам так жить. Вот просто попробуй сам жить. Знаете, давайте я вам приведу практический пример. Когда братья неженаты, приходят и говорят, пастор, все, не могу больше. Я говорю, послушай, держись, брат, я в тебя верю. У тебя все получится, держись. И знаете, мне легко это говорить, потому что я сам до прихода, пять лет я сохранял себя, хранил себя. Не своей силой, ну, я знаю, о чем я говорю, знаете, и момент, я понимаю, я понимаю, действительно, через что мы прошли. Именно поэтому, кстати, Иисус говорит, что он был искушен во всем, во всем можем быть искушенным, кроме греха. То есть он к греху не подходил, вы понимаете? То есть он туда не шел, в эту сторону, но он переживал, он знает, что мы проходим. И он прожил жизнь на земле воплоти, для того, чтобы мы могли понять, как Бог видит нашу жизнь воплоти, понимаете? Я всегда говорю, если ты хочешь понять, как правильно поступить христианину, просто постарайся поставить в этот момент жизни Иисуса Христа на это место и подумай, поступал бы он так или нет. Ну, просто попробуй его туда поставить. Вот представьте себе Иисус, берет этот вот, ну, халат, в котором он ходил, и там, опа, в трамвай, выпихнул. Это оно так не работает. На следующий день приходит и говорит, Бог есть любовь, Он любит каждого, Он принимает каждого, Он готов каждому помочь. Приходите к Нему, все труждающие, все обремененные. И Он вытолкнет вас из трамвая при случае. Понимаете, друзья, это несуразно. Так вот, еще раз, первая мысль, как же мы обманываем самих себя, друзья? А вы помните, что обманываем мы самих себя, когда мы сеем такое, разделяем то, во что мы верим и как мы реально живем? Такого не должно быть. Кто-то спросит, так, что тогда все безнадега? Нет, не безнадега. Просто пускай Дух Святой обличает тебя в чем-то, пускай Он говорит с тобой, пускай Он говорит в твою жизнь. Ну, попробуйте это делать. Ну, вот просто, ну, попробуйте. Второй пункт, друзья, как мы можем обманывать себя? Когда мы позволяем своей плотской природе вести и направлять в нашей жизни? Вот знаете, есть такая вот плотская природа. В чем смысл плотской природы? Как я попробую ее вам обрисовать, объяснить, чтобы было понятно? Вот представьте себе, окей, давайте по-другому. Расскажу вам пример такой, нарисую картинку, чтобы было ясно. Когда-то до прихода к Богу я очень любил один фильм. Это сериал такой был еще в старое время, давно-давно. Кто-то смотрел? Горец. Кто-то смотрел такой фильм или сериал, помните? Горец, когда они там отрубали голову, и был сериал. Я смотрел его. Ну, как все дети. Ну, мы все смотрим так. Я помню, там одна серия была. У меня эта серия, знаете, она потом, уже после прихода к Богу, Дух Святой как-то, я верю, что это Дух Святой. Мне напомнил однажды эту серию. Я такой думаю, ого. Ну, у меня прям прозрение пришло. И, в общем, серия, смысл этой серии сводился к следующему. Там, кто помнит, если ты горец, и тебя там убили в каком возрасте, а в таком возрасте ты остаешься и сражаешься дальше, останется только один. И там вот к этому горцу приходит один мальчик, а он чувствует, что он тоже один из них. И он, как, что? И мальчик начинает рассказывать. Там за мной гонится злой большой дядька. И он знает, что я слабее, я маленький, он хочет меня убить. И этот благородный горец выступает за него, и он начинает сражаться с этим большим дядькой. Тот там везде за ним. И он, короче, в итоге его убивает. И тот перед смертью ему говорит, что, слушай, ты не знаешь, кто он. И проходит там пару дней, этот горец спит, и вдруг чувствует, а они там чувствуют, как кто-то, он чувствует, просыпается, смотрит, этот малыш уже меч над ним занес. И он вот так, чик, говорит, а что ты делаешь? А он говорит, послушай, я маленький, как-то мне выживать надо. В общем, что он сделал? Он специально придумал, чтобы тот, который, ну, как бы должен, он не может его сам убить, он находит другого, манипулирует, чтобы тот его убил, а потом хочет убить этого, он хочет остаться, он хочет выжить. Так вот я вам хочу сказать, друзья, пункт этот, еще раз, почему об этом говорю, этот пункт звучит следующим образом. Позволяем своей плотской природе вести и направлять. Вы понимаете, что по плоти мы отвратительные люди. И проблема, когда после покаяния мы продолжаем вести себя, как отвратительные люди, чтобы выжить. Вот просто, чтобы выжить. Вот знаете, я всегда людям задаю простые вопросы, мне кажется, они должны наталкивать. Вот смотрите, представьте себе, что вы стоите на улице, и вы видите, как несется там пятитонный грузовик, и какой-то ребенок стоит на улице. Кто из вас бросится спасти этого ребенка? Если честно, мы не знаем до конца, как мы себя поведем. А теперь вопрос, а если на улице бы стоял ваш ребенок, и другой человек стоял, кто хотел бы, чтобы этот человек бросился под грузовик и спас вашего ребенка? Видите, уже все. У меня вопрос, внимание, бывают ли чужие дети? Но кто из вас понимает, что за своего ребенка мы пасть порвем? А когда речь заходит о других, мы, ну, понимаешь, у меня вопрос, они плотские или мы? То есть, плотская природа, друзья, когда мы ею живем, и мы верим, ну, верим во что-то, а живем реально по плоти, это проблема. Так нельзя жить. Потому что так мы обманываем самих себя. Знаете, обманываем мы самих себя очень часто, когда мы, знаете, мы помогаем, 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 до тех пор, пока нам это удобно. А когда неудобно, мы им до свидания. Мы по плоти живем, так нельзя. Вот знаете, я замечаю, что многие верующие, мы реально живем по плоти. Мы хотим служить до тех пор, пока это не доставляет нам дискомфорта. Кто заметил? Мы любим до тех пор, пока нам с человеком интересно. А не интересно, до свидания. Это плоть. Мы выбираем себя в друзья, и мы меняем друзей. Помните, как в школе, кто так, у кого было такое? Знаете, вот стаями ходили, стаями. Ты в одной стае, потом ты в другой стае. В какой ты стае сегодня? А в той, в которой мне сегодня удобно. Разве это не жизнь по плоти? Жизнь по плоти. Так ладно, это было в миру, а сейчас? Но ведь мы же сеем это в свою жизнь. Мы сеем это, мы реально. Помните, я сказал вначале, любое решение, любая мысль, любой поступок, любое действие, оно является семенем. Оно есть семя. То есть оно по факту есть семя. У меня вопрос. Вы никогда не задумывались, откуда на пустой земле по весне появляются сорняки? Будяки, как у нас их называют. Откуда? Что-то принеслось, правда? А я не сеял здесь сорняки. А и не надо сеять. Их не надо специально сеять, они автоматом сеятся. Потому что они откуда-то прилетают. Точно так же и наша жизнь. Потом приходит весна, и мы думаем, стоп, подожди, а как это в моей жизни, откуда это в моей жизни? Все очень просто, ты это сеешь. Ты не можешь это сеять, друзья. Ты не можешь не считать, что ты сеешь. Третий пункт, друзья, как мы иногда обманываем себя, когда мы стремимся оправдать писанием свои дела, мотивы и решения. Я еще заметил, есть у людей, у верующих такая штука. Знаете, вот он делает неправильные вещи. Другому бы человеку он сказал, что это неправильно, но сам делает неправильные, но что его успокаивает? Писание, которое он находит, чтобы себя успокоить. Так не работает это. Если вы не в курсе, друзья, это так не работает. То есть буквально можно сказать, что, помните, есть такое классное выражение, незаслуженное проклятие не сбудется, правда? А заслуженное? А я не заслужил. Почему? А я не заслужил. Вот так сегодня. Вот понимаете, друзья, то есть смотрите еще раз, буквально мысль простая ведь очень. Она же очень простая. То есть если ты делаешь неправильные вещи, но ты пытаешься оправдать их писанием, и вроде какое-то местописание подходит под это. Как это самый... Знаете, шутка есть такая, бытует, в репцентрах бывает, говорит, и присели они на траву и исполнились радости. По 50 группами. И такое местописание люди находят. А как вам насчет этого? Худые сообщества развращают добрые нравы. Ты должен быть свыше 120 килограмм. Видите? Кто-то еще знает, да? То есть, вы понимаете, это смешно сейчас, конечно, это шутка, вы поняли, это шутка, но я к чему веду? Иногда мы находим местописание, которое оправдывает нас вдруг почему-то. Но послушайте, Бог же взвешивает все. Вы в курсе, что Бог все взвешивает? И Он взвешивает, как бы объяснить вам, Ему вообще все равно. Он беспристрастен. Он беспристрастен. То есть, Он... Вот есть и есть. Ну, так как есть, так и есть. Почему Бог беспристрастен? Кто мне скажет? Можно вернуть еще раз этот стих Галатам 6.7? Можно? Галатам 6.7. Верните, пожалуйста. Еще раз. Глядя на этот стих, скажите, почему Бог беспристрастен? А потому что он здесь пишет, говорит, Бог поругаем не бывает. То есть, буквально, ты не можешь оставить Бога в дураках. По-английски это место из Писания звучит. Может, кто-то, если хотите, проверьте. Я имею в виду перевод. Там написано Do not be mocked. Mocked. Mocked – это слово по-английски означает самообманутый. То есть, ты не можешь оставить Бога в дураках. Если ты пытаешься... Я не пытаюсь оставить Бога в дураках. Нет, конечно, у тебя нет такого намерения. Но, внимание, когда ты стремишься оправдывать Писанием свои неправедные дела, мотивы и решения, ты в этот момент пытаешься обмануть Бога. Я не хочу его обманывать. Может, ты и не хочешь. Но просто по факту ты его обманываешь. Ну вот смотрите, например. К примеру. Вот, пастор Виталий, это чья сумочка лежит вот тут? Вот, смотри, сзади сидит Дима, красивый, прекрасный. И вот Дима вдруг, вот бес попутал, знаете, взял тихонечко, открыл сумку и украл кошелек. Вот видите, когда... Бог благословил. Вот видите, какая понеслась, да. О том, что я нуждался, это было чудо, Господь открыл дверь, окна небесные открылись. Он верен, он же сказал, испытай меня хотя бы в этом. Не открою ли я сумки для тебя... Ответ на нужду пошел. Вы понимаете, как это смешно звучит сейчас, да? Но ведь в жизни, давайте будем честными, мы же иногда это сеем. Мы же иногда так и поступаем, ведь на самом-то деле. Мы так себе и придумываем, что мы можем. Например, мы иногда придумываем, почему мы можем обидеться на человека, почему мы можем с ним не разговаривать, почему мы можем, ну, вообще и презирать, внести в черный список, игнори. Знаете о том, что мы себе иногда это придумываем? Но послушайте, друзья, что человек посеет, то он и пожнет. Поймите потом, не удивляйтесь. Знаете, честно признаюсь, я сегодня хотел во время этой, ну, в проповеди, я хотел процитировать одно место из Писания, но потом думаю, Боже мой, ну, точно поймут непривратно. Ну, просто скажу так, намекну о нем. Помните, есть место из Писания, где те, чьи имена будут найдены записанными в книге жизни. Знаете об этом? Если тот, кто не найден в книге жизни, то он как бы... Вопрос, а кто найден записан в книге? Тот, кто принял Христа, у нас такой есть, кто принял Христа своим Господом и Спасителем. Но если вы внимательно читаете, написано, то Бог будет нас судить в книге жизни, те, кто записаны, сообразно нашим делам. То есть, друзья, если вы читали внимательно о венцах жизни, в венцах там, разных венцах, которые Бог приготовил, это тоже для тех, кто в книге жизни. И поверьте, у нас будет с Богом разговор всегда. Сообразно наших дел, мотивов и решений. Бог будет с нами разговаривать. Я уверен, что Он с нами будет говорить. И четвертый пункт еще интересный. Как мы обманываем? Когда мы пытаемся лукавить и обманывать людей, чтобы выглядеть в их глазах хорошо. Вот, знаете, это вообще проблема. Особенно, у армян, конечно, оно больше. Вы же знаете, да, что каждый армянин хочет выглядеть лучше, чем он есть на самом деле. А каждый еврей стремится выглядеть хуже, чем он есть на самом деле. Вот мы в чем-то похожи. Знаете, вот все, марку, продай все, но марку держи. Ты хорошо выглядишь, все хорошо. Как дела? Все отлично. Я не говорю, что нужно ходить и ныть, что у тебя все плохо. Нет. Но я говорю, когда мы пытаемся лукавить и обманывать людей. Знаете, наверное, для меня самым сложным, как для пастора, вот положу руку сейчас на сердце, для меня одним из самых сложных говорит людям правду. О них самих. Потому что ты можешь потерять друга. вас чаще всего ненавидит те люди, которым вы мешаете врать. Да, это правда. Вас чаще всего, хорошее выражение, надо взять на вооружение, вас чаще всего будут ненавидеть те люди, которым вы мешаете красиво врать, я бы сказал еще. Правильно, логично, по-христиански, по Писанию. Вот вы понимаете, друзья, что когда люди лукавят, у кого есть дети такой возраст, 4, 5, 7, 8 лет? Вы знаете, когда они врут? Как? Поверь, ты станешь старше, все равно будешь знать, когда они врут. У меня 20-летний, ну я знаю, там есть своя тема. Но он не врет. И я не вру, что он не врет. Вы всегда знаете, когда дети врут. Знаете, он стоит такой, это ты сделал? Нет, не я. Оно само. А еще хуже, когда собака в доме есть. Это собака. Да. Почему, друзья? Потому что ты не можешь, ну ты лукавишь, когда, когда ты лукавишь. Но, еще раз, человек-то тебя поймет. Но, смотрите, если ты сеешь лукавство, что ты посеешь, что ты и... А как так получилось, что меня обманули? Так ты же изначально обманул. У нас была ситуация как-то одна. В церкви. Кто не знает, друзья, я напомню, повторюсь еще раз, и еще раз повторюсь. Мы в церкви не одалживаем людям деньги и не берем у людей деньги в долг. Послушайте, если только вы не готовы потерять эти деньги. Слышите? То есть, я не возражаю. Это не означает, что нам нельзя. Послушайте, если человек у вас просит, и ты думаешь о том, что послушает, я готов это потерять. Дайте, помогите человеку таким образом. Ну, вы готовы потерять. Вы должны понимать это. Пусть будет. Но, если вы не готовы потерять, лучше не одалживайте. Я помню, один человек приходит, знаете, пастор, у меня человек этот одолжил, деньги не отдает. Я говорю, а что ты ко мне пришел? Ну, помогите. Я говорю, а что ты не пришел ко мне до того, как ты одалживал? Как вы думаете, почему? А он знает, что я скажу. Вот вы понимаете, что такое лукавство? Вот такая хитрая, странная штука. Так нельзя. Потому что, а почему нельзя, но я считаю, то, послушайте, вот как хотите, считайте, просто что ты посеешь, что ты рано и пожнешь. И когда потом происходит проблема, друзья, она произошла не потому, что человек плохое, а потому, что изначально ты сам подумал, что у тебя все хорошо. Я вам хочу прочитать одну историю. Деяния святых апостолов, пятая глава, с первого стиха. Прочитаю одну историю, с первого по пятый стих, прочтем. Итак, некоторый муж именем Анания с женою своей, сапфирую, продав имение, знаете, это время было, когда все люди, они вообще как один там, трудились и так далее, утаил из цены сведомо и жены своей. Такой, знаете, как это называется, по предварительному сговору. Да, статья по предварительному сговору с женой, видите, да? А некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Казалось бы, что он сделал плохого. Человек пожертвовал, принес и положил, но проблема в том, что он сказал, что он, чтобы не выглядеть, внимание, плохо в глазах апостолов, он сказал, что он продал имение за другую сумму. Вот, казалось бы, ну это же его деньги. Какое кому дело? Смотрите, вопрос же не в том, что ты не отдал все, а вопрос в том, ты можешь не отдать все. Скажи, ребят, я продал за 100 тысяч, принес вам 200 долларов. Какая проблема? Слушай, это все равно на 200 долларов больше, чем было. Какая разница? Но чтобы не выглядеть хорошо, видите, вот этот момент, кто из вас хочет выглядеть хорошо в глазах других людей? Все. Но чтобы не выглядеть плохо, он приходит и говорит, и вот так, аккуратненько, и так, третий стих, давай дальше. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому, утаить из цены земли? Знаете, я читаю этот стих так, для чего ты допустил посеять ложь? Зачем ты это сделал? Четвертый стих. Чем ты владел? Видите, он говорит ему, все, чем ты владел, разве это не твое было? Приобретенная продажа, не в твоей ли власти находилась? Это все твое. Для чего ты положил в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Смотрите, друзья, когда мы обманываем людей вокруг нас и лукавим, на самом деле, в этот момент мы обманываем Бога. А вообще-то вначале мы обманываем самих себя. Помните? Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Не надо обманываться. Не стоит этого делать. Пятый стих. Услышав эти слова, Анания пал бездыханен и великий страх объял всех слышавших это. Друзья, я не говорю, что нужно, знаете, что Бог будет сегодня уничтожать и убивать. Нет, в своей великой милости Бог дает сегодня нам шанс ошибаться, вставать, подниматься, каяться и идти дальше. Но я хочу, чтобы мы с вами, друзья, очень важно, задам такой вопрос. Как вы думаете, почему Бог прощает нам ошибки и позволяет вставать? Потому что ему все равно это? Что он хочет, чтобы мы изменились? Он знает, что с первого раза мы не всегда слышим, но плохо, когда мы принимаем то, что Бог нас любит, как повод к тому, чтобы теперь делать все, что хочешь. Так не надо делать. Так не стоит поступать. Хорошее, почитайте это местописание и эту историю на досуге, почитайте полностью. Итак, как же не попасть, давайте сделаем его максимально практичной проповедь, как же не попасть в ловушку обмана? Вот как не самообманываться? Я прочитаю вам один стих, о котором я говорил в прошлый раз. Послание Тимофею, первое послание Тимофею, первая глава, девятнадцатый стих. Это очень фундаментальный стих, который нужен каждому христианину для глубокого размышления и осмысления. Нам очень важно научиться этот стих анализировать и понимать и применять для своей жизни. Итак, «Имея веру и…» Что написано дальше? «Добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение». В чем? Это, друзья, если вы не понимаете, то этот стих, один стих, он описывает, как правило, всю жизнь каждого христианина, всю жизнь. От момента вот начала, вот от момента сейчас, когда мы слышим, до самого последнего вздоха. Кто сегодня может сказать, что у вас есть вера? Это прекрасно. Апостол Павел говорил, течение совершил, веру сохранил. Кто понимает, что в идеале, в идеале вера должна стать больше, но худшее, минимальное самое, это пускай останется такой же, как при покаянии, хотя бы. И вот смотрите, он говорит, ты имеешь веру. И заканчивается этот стих, он говорит, крушение в вере. То есть, вначале у тебя была вера, здесь у тебя нет веры, а ты сокрушен. Кто мне подскажет, какой ключ, или по какой причине, из-за чего это может произойти, согласно этого стиха? Отсутствие доброй совести. То есть, когда у человека терпит крушение в совести, в этот момент, и точнее следствием, является крушение в вере. Потому что я вам хочу сказать, добрая совесть, это семя, которое мы сеем, и оно дает плод. Отсутствие совести доброй, это тоже семя, которое мы сеем, и рано или поздно, оно тоже дает свой плод, и этот плод крушения в вере. Что-что? Серьезный сорняк, который заглушает собой все, абсолютно все. Как же, то есть, почему совесть настолько важна? Как не потерпеть? То есть, как не обманывать себя? Почему это так? Смотрите, на самом деле очень просто. Я сейчас объясню, вы поймете. Вы знаете, что человек, вот каждый из нас, мы состоим из трех частей. Кто в курсе об этом? Первое, это тело. Мы все хотим, чтобы это тело оставалось как можно вечно молодым, и так далее, и так далее. Красивым. Мы все хотим, мы о нем заботимся. Но кто из вас знает, что рано или поздно с ним произойдет? Оно умрет. Дальше есть наша душа. Что такое душа? Это личность человека. Сразу говорю вам, душа и следующий дух, это две компоненты, минуя тело, без тела. Это две компоненты, которые попадают на небеса в присутствие Божье. Это отдельный разговор, если хотите, могу кому-то даже разрисовать о том, что, ну, есть закон физики, о том, что никакая энергия ниоткуда не возникает и никуда не исчезает сама по себе. Знаете, физический закон сохранения энергии. То есть, если есть личность, она не может пропасть вместе с этим телом. Тело пропадает, да, но даже тело, тело, кто понимает, что в этом теле, чтобы это тело жило, нужна энергия. Кто знает потом, что черви делают с телом? Прахом. Съедают. То есть, они берут энергию, которая осталась в теле, есть в теле, и они ее забирают, перерабатывают. Вопрос, а душа куда денется? Что такое душа? Это личность человека, это то, кто мы есть. Это то, какими мы себя идентифицируем, какие вот мы есть на самом деле. Туда входит наш разум, наши эмоции, наш характер. Туда входят наши привычки, туда входят наши социальные установки и так далее. Позитивность или депрессивность, вот все это входит, это личность. Так я вам хочу сказать, эта личность будет жить вечно. Она никуда не денется. И именно эта личность, если она лукавая, она лукавой предстанет перед Богом. Если она искренняя и добрая, она искренняя и добрая предстанет перед Богом. Если она злая и завистливая, она предстанет перед Богом злой и завистливой. Понимаете теперь, почему Бог работает над нашей личностью? Он хочет, он говорит, я хочу беспятная и беспорока. Беспятная и беспорока, друзья, это не о теле, это о личности человека, о его душе. Но возникает вопрос, а как мне понять, что все, что я делаю, правильно или неправильно? Потому что личность, она такая, знаете, она как колеблемая ветром, флюгер. Куда ветер дует, туда она и разворачивается. Заметьте, поместите хорошего человека в плохую компанию, что с ним со временем произойдет? Его личность претерпевает изменения, и он начинает поступать неправильно. Поместите плохого человека в хорошую компанию, его личность постепенно претерпевает изменения, и он начинает тоже меняться. Возникает вопрос, как же понять, кто управлять этим всем должен? Для этого Господь дает нам Дух. Что такое Дух? Дух Святой, когда мы молимся, мы молимся молитвой покаяния, Он приходит в наше сердце. Когда-то очень хорошо один классик описал, что внутри сердца каждого из нас есть пустота, созданная Богом для Бога, и ничего кроме Бога не может ее заполнить. Дух Святой приходит в эту пустоту, которая не имеет ни объема, не имеет границ, не имеет дна и размеров. Он приходит и Он безразмерно заполняет эту пустоту. И Библия говорит, что Дух Святой становится в этот момент Духом Человеческим. Что такое Дух Человеческий? Это тот же Дух Святой, который находится теперь в нас. В нас находится. Это как будто, смотрите, у вас есть в воде течет, в кране течет вода, правда? Но если вы откройте кран, подставите стакан и выпьете этот стакан, вопрос, в вас теперь какая вода? Та же самая, которая течет в кране. То же самое, Дух Святой, мы его приняли, он теперь живет в моем сердце. А теперь смотрите, тело, Дух Святой на него сильно не влияет. Личность наша, которая, вот она терзается, она ищет, где ей найти. Смотрите, есть тоненький мостик, тоненький мостик. И этот тоненький мостик называется совесть. Именно совесть соединяет в нашей жизни Дух и душу. Вот почему он пишет здесь, смотрите, апостол Павел пишет здесь, верните, пожалуйста, там, где потерпели крушение в вере. Он говорит, отвергнув добрую совесть, мы терпим крушение в вере. То есть наша личность, она перестает жить для Бога. Потому что в этот момент Дух Святой из нашего Духа человеческого, он не обличает нас уже. Помните, в прошлом служении я говорил, а меня Дух Святой не обличает. Потому что Дух Святой, его нужно чем-то наполнить. Он как фильтр, знаете, через который течет вода. Если вы наполните фильтр хорошим углем, качественным, который очищает его, то он воду очистит. Согласны? А если вы наполните этот уголь, не уголь, а если вы наполните фильтр какой-то отравой, вопрос, какая вода из него выйдет? Отравленная. Вот почему он говорит, люди, не отвергайте добрую совесть. Добрая совесть, это совесть, которая похожа на Бога. Мы говорим, Бог благой, Бог добрый, правда? И совесть наша должна быть добрая. То есть, необходимо позволить через чтение слова, изучение слова, пребывание с Богом, молитву, поклонение, сокрушение перед Богом, нужно позволить своей совести быть доброй. Доброй. Почему тогда верующие люди некоторые? Вот он делает зло. У меня вопрос всегда. Я всегда, я пытаюсь найти ответ на этот вопрос. Я пока не нашел ответ на этот вопрос, честно признаюсь вам. Почему верующие, которые, ну вот вроде бы он общается с Богом, молится, он берет и поступает совершенно неправильно. Более того, он не испытывает угрызения этой совести. Почему? Ну, вероятный ответ, скорее всего, в том, что совесть не наполнена добрым. Почему он делает зло и при этом иногда оправдывает даже самого себя? Совесть его, скорее всего. Я хочу обратить наше с вами внимание, поверьте, я не могу сегодня сказать вам, у вас, о, а у того совесть добрая, у того недобрая. Я не знаю. Я лишь могу, могу предполагать в Боге о своей совести. Могу предполагать и думать о совести своих детей, потому что я, ну, как-то с ними живу. Но каждый из нас, мы должны перед Богом взять ответственность, друзья, за свою добрую совесть. Что означает добрая совесть? Позволить Духу Святому наполнять нашу совесть, чтобы она говорила нам то, как правильно. То, как правильно. Помните эту историю? Стоит Давид, он прокрался. Помните, когда Саул за ним гнался? Кто помнит эту историю? И вот он ночью, он стоит, и он заносит уже этот меч, собирается убить. Вопрос, что его остановило? А как он его остановил? Через совесть. Помните, какие слова он говорит? Слушайте внимательно, он говорит, не подниму руки на помазанника. Совесть, которая наполнена истиной Божьего Слова, она вдруг в этот момент крикнула ему, стой! И Давид останавливается. И он говорит, не поднимай руку на помазанника. Совесть напоминает ему об этом. И Давид говорит, личность его внутри, душа его говорит, стоп, не делай этого. Я уверен, внутри душа разрывается на части в этот момент, потому что одна половина кричит ему, плотская, да замочи его, он уже 15 лет за тобой гоняется. А вторая часть, которая Духом Святым через добрую совесть говорит ему, если ты поднимаешь руку на помазанника, я помазал тебя в царе, однажды как царь с тобой произойдет то же самое, не сей это в свою жизнь. И слава Богу за Давида, что в этот момент он опускает меч, он говорит, я не подниму руку на помазанника. Понимаете, как работает совесть, друзья? Вот именно так она работает. Кто-то скажет, ооо, так вот оно как. А что тогда он с Версавией не сработал? А потому что, друзья, совесть, ты не можешь ее обновить раз и навсегда. Это твое постоянное хождение с Богом. Я хочу вам сказать, иногда правда в том, что иногда вы будете испытывать, что фу, победили, а иногда вы будете понимать, что вы проиграли, но не опускайте руки, вставайте, снова поднимайтесь и идите к Богу, сокрушайтесь, кайтесь и позволяйте Богу вновь менять вашу совесть. Знаете, есть некоторые лжеучения сегодня, которые распространяются в теле Христовом, и я заметил, у одного из них есть такая очень опасная тенденция. Она говорит, Дух Святой не обличает человека ни в чем. Мы во Христе уже все полностью искуплено. Это очень страшная штука. Такой человек будет вас обворовывать, и его совесть больше не будет обличать. Это печаль. Это трагедия. Первое, что является для меня подтверждением истинности веры человека, друзья, в том, слушайте, для меня истинность, вы удивитесь, возможно, но для меня истинностью веры является человека не то, как он служит, там, это все такое. Это все прекрасно, это супер, это неплохо. Но для меня, слушайте, подтверждением веры является способность человека каяться после того, как он совершает грех. Если человек, совершивший грех, не испытывает потребности в покаянии, у этого человека серьезная духовная проблема. Его совесть отравлена. Она перестала быть доброй. Кто-то скажет, ну, смотри, вот человек согрешил, не кается, и ничего страшного. Ну, помните, Давид даже однажды говорил, господи, почему нечестивые, посмотри на него, он, наоборот, сильнее становится. Подождем. Подождите немножко. Подождите пять лет, подождите десять лет. У меня на днях, вот позавчера буквально, пишет один человек там в телеграмме, ну, о проблеме, о трагедии, которая в его семье. Номер, знаете, я пишу, говорю, слушайте, я очень рад, классно, здорово, готов выслушать, но идентифицируйте себя, кто вы. И один парень пишет, который лет восемь назад, он так вот у нас в церкви был, и, знаете, он поступил по-своему. И я, когда так с ним пытался разговаривать, он обрезал, типа, до свидания, все нормально, все у нас, все хорошо, мы сами, мы сами справляемся. Окей, все. Сегодня, слушайте, у меня все рухнуло. И я ему говорю, слушай, я тебе сожалею, ну, я сочувствую, честно. Говорю, ну, хочешь, я тебе скажу правду? Пока ты не вернешься в ту точку, с которой ты начал, где твоя совесть, она вообще перестала тебе говорить правду, ничего не изменится дальше. Я готов. Я говорю, а почему ты готов? Потому что ты хочешь все изменить? Или потому что ты понимаешь, что ты сделал неправильно? А это серьезный вопрос. Послушайте, покаяние, это не о том, чтобы отвратить наказание. Не об этом покаяние. Знаете, дети иногда, почему они просят прощения? Чтобы их не наказали. А покаяние, друзья, это сожаление о содеянном. И вот это истинь, почему оно так важно? Да потому что сожаление о содеянном обновляет нашу совесть. Оно вновь ее возрождает, оно сокрушает тебя изнутри. И оно говорит тебе, Андрей, ты, Вася, Коля, Петя, Валя, Дима, Виталик, ты не супергерой. Ты всего-навсего человек, который нуждается в Боге. Тебе нужно обновить совесть. Выведите еще раз, пожалуйста, это местописание о совести. Еще раз. Имея веру. Вы знаете, что человек, который писал эти слова, апостол Павел, кто знает, что он имел веру? Имел. И он говорит, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Если вы прочитаете следующий стих, он говорит, таковые есть именей, Александр, Медник, которые много сделали зла. Вы знаете, что тот, о ком он пишет, именей и Александр, Медник, это были люди, которые гнали апостола Павла, будучи абсолютно убеждены, что они выполняют Божью работу. Вы можете себе представить, до какого извращения может дойти человек, который потерял добрую совесть? Он может уничтожать других людей, думая при этом, что он делает доброе дело. Вот почему иногда верующие сплетничают за спиной и так далее. На самом деле, если вы их будете обличать, они еще скажут вам, а я доброе дело делаю, я вывожу на свет Божий. Серьезно? А давайте выведем на свет Божий каждого. Не страшно? Не страшно? Послушайте, не парьтесь. Когда-то один мудрый человек сказал, говорит, Богу легче остановить одного взорвавшегося грешника, чем расшевелить засидевшегося христианина. Если еще грешник, Бог его, поверьте, он направит, он поправит, он поддавит. Не потеряйте крушение в вере, которую, он говорит, некоторые отвергнув потерпели кораблекрушение. Итак, самое страшное, когда наша совесть в Духе Святом перестает нам указывать на истину Божью. Она была сотворена именно для этого. И в этом есть ее главное предназначение от Бога, совести. Указывать нам на, когда мы отходим от истины. Когда мы уходим от истины. Послание римлянам, 9 глава, 1 стих. Давайте еще одно обратим внимание, интересное. Римлянам 9.1. Истину говорю во Христе, не лгу. Смотрите. И дальше что он говорит? Подтверждает это моя. А как совесть подтверждает? Когда совесть наполнена истиной, она делает радостным твое сердце. Она свидетельствует о том, что ты говоришь истину. О том, что ты не обманываешь. Понимаете? Вот в чем дело. Вот в чем дело. Кто-то скажет, так что это? Ну, прямо так. Слушайте, я вам расскажу так. Я был свидетелем, знаете, за 27 лет, к сожалению, разное проходишь. Ты разное, честно. Я однажды был свидетелем истории, как один дядечка, простите меня, рассказывал девушке сначала о том, как Бог ее любит. Потом с ней, извините, спал. А потом говорил ей, давай будем вместе каяться, потому что это грех. Она покаялась потом, она пришла в церковь, только она христианка, походу, так и не стала. Потому что у нее поврежденная совершенно вещь. Потому что тот, кто ей говорил это, его совесть была сожженная. Поэтому, когда он ей нес чушь, она даже его не обличала. Понимаете? Апостол Павел здесь говорит, смотрите еще раз, я истину говорю вам во Христе. Не лгу. Что означает лгать? Лгать, это обманывать самого себя. Сеять неправильное. Помните то, что мы говорили в начале? Сеять неправильное, сеять не истину. Послушайте, сегодня так много людей, которые, так много верующих, к сожалению, которые они рассказывают, чушь несут какую-то, ну реальную чушь. И мы слушаем, а-а-а-а. А люди, которые право от лево пока не отличают, сено от соломы, они в это верят. Хотите, приведу вам пример такой, знаете, вот яркий. Я не сторонник политических примеров, но тем не менее. Кто смотрел когда-нибудь репортажи пропагандистские на Первом канале, там, российские, смотрели? За это время, кто видел? Я вообще, когда слушаю, как ты сказал? Ну реально, я по другому слову один, дичь. Я сижу, я думаю, в какой реальности эти люди живут? Смотрите, они говорят истину. Они не лгут. Только их совесть им в этот момент уже не свидетельствует ничего. Она сожжена. Поэтому он сегодня говорит одно, завтра говорит другое. Он искренне говорит, он верит в то, что он говорит. Друзья, мы не можем быть такими. Дух Святой, он говорит с нашей совестью, он ее в первую очередь. Он вообще-то, функция Духа Святого, ну неправильно сказать, сосредоточение Духа Святого, он направлен на совесть. Он в первую очередь с совестью. Вот почему, когда мы видим человека, который поступает неправильно, что мы говорим? Почему ты такой бессовестный? Мы знаем это, но только надо на себя это одеть. На свою совесть попробовать одеть. Запомните, ложь убивает совесть. Ложь, лукавство. Вот это все, оно убивает совесть. Итак, последнее, друзья. Иакова 2, 26. Последнее место из Писания. Ибо как тело без Духа мертво, видите, так и вера без дел мертва. Слушайте, если я верю, то совесть мне говорит идти и делать. Помните, я привел пример. Помните, Иисус говорит, если ты видишь нуждающегося, что нужно сделать? Накорми, раздели с ним хлеб твой. Что нас толкает это сделать, скажите? Дух Святой через нашу совесть. Кто из вас испытывал вот этот вот неловкий момент, когда кто-то идет в метро или в автобусе, или на улице, вы проходите мимо, нищий, убогий, хромой, калека, и он просит деньги. Кто испытывал этот неловкий момент? Дать, не дать, сколько дать, почему дать? А если не дать, то, может, надо было дать. Кто испытывал его? Пропьет, не пропьет, правильно, неправильно делает. Знаете что? Это совесть. Вот совесть. Она говорит. Но только знаете, почему вы неправильно, ну, терзаетесь? Потому что вы ее не наполнили истиной. Да, хорошо, что она реагирует. Она не мертвая. Но ее нужно наполнить истиной и понять. И знаете, у меня тоже такой момент был. Я помню, пришел к Богу, говорю, Господь, что говорит твоя истина об этом? Знаете, Дух Святой мне очень четко объяснил. Он говорит, всегда, когда у тебя просят, не отворачивайся, давай. Но, если ты не уверен, что этот человек не пропьет, если думаешь, что он пропьет, дай ему, я подхожу, говорю, давайте вам что-то куплю. И знаете, обычно что человек говорит? Да не надо мне ничего, а тогда. И я тогда ухожу со спокойной. Но, когда твоя совесть мертва, ты проходит и говоришь, а воры, им всем надо одно только. Не все воры, не все нищие воры, и не все политики воры. Вы в курсе, кстати, тоже? Просто ты совесть со своей совестью как-то упорядочит это все внутри. Найди этот мир. Это вам быстро, в конце заканчивают, быстро четыре совета. Первое. Как обновлять совесть? Наполняя ее писанием и присутствием Божьим. Совесть, друзья, без писания и без Божьего присутствия умирает, она засыхает. Второе. Учитесь быть чувствительными к Духу Святому. Кто помнит момент, когда Дух Святой вам что-то говорит? Когда вы не слышите, вы убиваете совесть свою. Говорит? Делайте. Тяжело, неудобно, стыдно, знаю сам. Так бывает, но делайте. Третий пункт. Всегда старайтесь позволять Духу Святому прикасаться к людям, а не делать это самим по себе. Вы знаете, каждый раз, когда я выхожу на сцену, ты же проповедуешь, ты молишься, готовишь проповедь. Я всегда молюсь и говорю, Господи, не что я хочу сказать сегодня людям, а что ты хочешь сегодня говорить людям. Признаюсь вам честно, если бы я сегодня хотел говорить людям, я бы сегодня другую несколько проповедь проповедовал. Я вам скажу, как сказать? Нет, я бы нет. Одна проповедь, я бы проповедовал, все будет классно, у вас все будет хорошо, мы всех победим, и все козлы, а мы лучше. Это одна проповедь. А вторая проповедь, которую я бы проповедовал, я бы сказал вам, война войной, а делать надо то, что надо делать. Я вас попрошу. Вот так возникают секты. Вот так возникают секты. Послушайте, учись всегда делать, позволь Духу Святому прикасаться. Попробуй Духу Святому прикасаться. Иногда бывает, человек какой-то сделал злое дело. У кого было такое, люди против вас сделали что-то злое? Никогда не спешите, переспите, переспите, помолитесь. А потом скажите, Дух Святой, так а что сделать? Дать в глаз или посеять что-то, помочь? Спросите у него. Попробуйте. Попробуйте у него узнать. И последний пункт, как обновляется совесть. Позволь Богу быть тем, кто пишет историю твоей жизни. Я знаю, что мы все хотим разного для себя. Для детей мы хотим лучшего, для себя мы хотим неплохого. Для врагов мы хотим справедливости, для себя мы хотим милости. Правда? Мы разного хотим. А давайте позволим, пусть Бог напишет историю нашей жизни. Я уверен, что история жизни апостола Павла вдохновляет многих. Правда? Но кто из вас понимает, глядя на эту историю, походу апостол Павел чуть-чуть другую историю жизни для себя хотел. Походу чуть-чуть другую. Поэтому я очень рекомендую каждому из нас, давайте подумаем, задумаемся над этими вещами. Доброе? Давайте склоним наши головы и будем молиться сегодня. Кстати, рекомендую, извините, рекомендую, друзья, очень хорошая книга, потрясающая, «Движимой вечностью». Она очень много об этом говорит. Для тех, кто хочет более ярких переживаний, рекомендую аудиокнигу, на ютюбе есть, «Афабель» называется. Кто слушал ее когда-то, «Афабель»? А кто не слушал «Афабель»? Шикарная аудиокнига, прослушайте. Просто после нее ты уже не спишь. Я на одном дыхании это и прочел, и прослушал. «Движимая вечность», очень классная книга. У нас она есть, да, Дим? Есть? Есть, Димаш Кирио? Есть? Есть суп. О, класс. А? Нет, а еще? Я понял, окей, найдем. Давайте помолимся. Дорогой Небесный, Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя сегодня за этот день, за это время, Господь. Мы слышали Твое Слово. Твое Слово живо и действенно, Господь. И оно сегодня, может быть, резало нас где-то, кого-то в чем-то по-живому. А может быть, кого-то утешало и ободряло, наоборот, Господь, но неважно, оно действует. Слово Твое живо, Слово Твое действенное, оно действует, Господь, так, как хочешь этого Ты. Я молюсь Тебе только об одном сегодня, чтобы сегодня Слово Твое, в первую очередь, Господь, оно резало по-живому каждого из нас. Потому что это та операция, Господь, которая приводит впоследствии к миру, благословению, Господь, и жизни с Тобой. Я прошу Тебя, Господь, дай нам сегодня этой милости, этой благодати быть обновляемыми Тобою, Господь, во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ доскажет. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу, друзья.